Друзья, привет! Вначале я бы хотел сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Я на самом деле был удивлен, прям приятно удивлен, сколько людей откликнулись на мое вот это клянченье донатов. Много людей оформили спонсорскую подписку, очень много людей кинули донаты, многие просили, чтобы я карту выложил, потому что, как показала практика, напрямую на карту многим просто удобнее кидать донаты. Поэтому я номер карты тоже прикреплю в описании. В общем, друзья, огромное спасибо за вашу поддержку. И знаете, такими темпами и пес с ней, с этой монетизацией. Тем более, YouTube сейчас полностью отрубил любые средства монетизации, и спонсорство, и подписки, и так далее. Причем это касается только зрителей из России. Просто жесть какая-то, да? В общем, друзья, если у вас есть желание и возможность помочь моему каналу и мне финансово, то можете кинуть донат через Донат Алертс или напрямую на карту, да? Ну, а если вы не из России и есть такое желание и возможность, то можете по-прежнему оформить спонсорскую подписку. И я тут хочу опять как бы сказать о том, что это временная мера. Уж извините, да? YouTube просто полностью перекрыл все источники дохода. А у меня это, ну, у меня это единственный источник. Так что, друзья, уж простите. И опять же, это временно, да? Но пока вот так. И еще одно небольшое объявление перед тем, как начнем. Наверняка вы слышали, что YouTube в России могут полностью прихлопнуть в самое ближайшее время. Так что, обязательно подписывайтесь на Telegram канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, чтобы нам не потеряться. Ну, а дальше уже будем решать, что делать. Или, не знаю, оставаться на YouTube, да? Через VPN заходить, например. Или приземляться на каком-то другом видеохостинге. Не знаю, будем уже решать. Но сейчас обязательно подписывайтесь на Telegram канал и добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ну, а теперь к теме ролика. Недавно Виктория Нуланд рассказала очень много интересных вещей. И, естественно, основное внимание привлекли ее слова о биолабораториях на Украине. Ну, а я, в свою очередь, обратил внимание еще на кое-что. Что, скажем так, ближе к тематике моего канала. Мы наблюдаем определенные протесты в России. И выглядит ситуация так, что их подавляют очень эффективно. Людей сажают в тюрьмы. Какая информация об этих людей? Какую информацию получают эти люди? Как они ее получают? Что делает США для того, чтобы российское население узнавало правду? Действительно, что делает США, чтобы российское население узнавало правду? Может быть, блокирует государственные каналы у себя в соцсетях, да? Или удаляет видео, которые нарушают принципы сообщества? Что делает США? Вообще, в последнее время я практически перестал читать новости. Потому что читаешь и не разберешь, что там правда, что там неправда. Очень много фейков, да? Я уже стал просто в конце дня так, прочитал выжимку новостей. Такую сухую, да, за день. И такой, понятно. Опять-таки, президент Путин испуган тем, что мы уже делаем. Настолько напуган, что ему приходится душить все, что осталось от свободной прессы. Тут, знаете, понимать надо. Когда Запад буквально выкорчевывает российскую прессу у себя, то это такие демократические процессы. А вот когда ужесточается закон о фейках, то это Путин испугался и душит независимые СМИ. И, как уже сказала Сенатова Шахима, наши союзники углубили наше сотрудничество со многими российскими журналистами и российскими тем, кто влияет на общественные мнения за пределами России и в России, которые распространяют правдивую информацию среди россиян различными способами. И тут, знаете, становится понятно, откуда взялось столько военных экспертов среди так называемых либеральных блогеров, которые еще вчера были экспертами по коронавирусу. Причем, обратите внимание, как старается. В день хреначит по пять видео, по четыре видео. Тут при всем желании, если их делать самому, то, ну, не хватит столько времени, чтобы ознакомиться с материалом, хотя бы примерно прикинуть, о чем будет видео. Это просто какой-то конвейер. Мне, кстати, примерно с такой претензией тоже начали писать из-за вот этих шортсов, коротких видео, которые я выкладываю. Но только у меня под каждым видео там написано, что это партнерское видео. То есть их делаю не я. Это партнерский проект, который развенчивает мифы. И я честно пишу об этом, что это партнерский материал. Но что я вижу у так называемых либеральных блогеров, у части из них? Что они в бешеном темпе клепают видео, которые совпадают целиком и полностью с западным нарративом. А учитывая то, что Нуланд в открытую заявила, что они спонсируют лидеров общественного мнения, то я теперь на сто процентов уверен, что эти блогеры проплачены Западом, эти СМИ проплачены Западом, НКО и прочее. И Нуланд об этом прямо говорит. Кроме того, Радио Свобода, Радио Свободная Европа мы задействовали, которая очень активно работает со своей аудиторией в интернете. То, что Путин пока еще не сумел закрыть интернет. Поэтому мы работаем во многих отношениях для того, чтобы донести правду для народа России. Вот так они работают во многих отношениях. И она прямо об этом говорит. И мне кажется, это очень полезная информация для понимания, как следует относиться к новостям, да? Очень аккуратно. Представляете, вы, конечно, представляете себе, в чем обвиняют нас русские, конечно. В каком степени мы работаем с нашими союзниками, реагируя на эту дезинформацию со стороны России? Естественно, что Балтийские страны, Польша, восточные союзники давным-давно находятся под воздействием дезинформации, вынуждены реагировать на нее. Координируем ли мы свои усилия в этом плане с ними? Совершенно верно. Госпожа сенатор, у нас есть центр глобальных контактов, работает 24 часа в сутки. И вот тут, мне кажется, мы проигрываем. Это же понимаете, они работают 24 на 7. Вот эти, да я не знаю, как их назвать, Байдена-боты, да? Кто там доносит до нас американскую правду? 24 на 7. Наши партнеры не только в Европе, но и по всему миру участвуют в работе этого центра для того, чтобы разоблачить компанию по предоставлению ложной информации стороны России. И работаем с техническими компаниями для того, чтобы сорвать эти планы, эти фальшивки, которые выбрасываются в пространство. Пытаемся доставить правду как раз до российского населения. Ну, не знаю, я не видел прям каких-то разоблачений, да? Вот, кстати, может быть, СтопФейк уже готовит какой-то материал. Но зато я видел очень много именно смыслового посыла, да? Типа, все пропало. Вот этого я много видел. А разоблачений? Не знаю, посмотрим. Может быть, действительно СтопФейк уже там трудится. Каким образом мы заменяем ту информацию, которую мы могли бы получать через социальные сети, и которые уже не работают сейчас в России? Мы каким-то образом это рассматриваем, конкретный вопрос? Я бы вот что сказала. Я не вдаваюсь в детали слишком сильно. Есть огромное количество, достаточно большое количество российских независимых журналистов, которые действуют активно вне страны, которые пользуются интернетом, телеграммом. Мне определенно нравится, как звучит независимый журналист в контексте данного разговора, да? Другими каналами для того, чтобы донести правду о том, что происходит у российского населения. Есть огромное количество тех, кто влияет на общественное мнение, видеографы, которые сами пытаются донести правду до россиян. И я думаю, это отчасти. Именно поэтому Кремль сейчас так активно обрушился на независимые СМИ, потому что проводится интервью на всех уровнях с тем, что осталось от независимых СМИ в России. Любые государственные СМИ, конечно, российские нас опережают в этом отношении, но мы продолжаем сотрудничать со множеством журналистов, с которыми мы и до этого работали, и наши союзники, и партнеры, и пытаемся найти очень много различных вариантов донести правду до народа России. Вот такие вот дела, друзья. Кто-то об этом догадывался, да? Кто-то был уверен в этом. Но теперь мы получили фактическое подтверждение тому, что эти независимые блогеры, независимые СМИ и прочие просто сидят на американских бабках и отрабатывают их повестку. И об этом заявила Нуланд. Это не просто я сказал об этом, да? Об этом сказала Нуланд. Ну а выводы делайте сами. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Что думаете об этом, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ну а кто хочет поддержать финансово в это непростое время, то реквизиты есть в описании. Буду очень благодарен. У меня на этом все, друзья. Спасибо за внимание. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok